Ульяновская область Домашний питомец и напал на кого-то вне зависимости от причины, то несет ответственность за это хозяин пса. Что мотивировало эту собаку при нападении? Всякое может быть. Может быть и собака виновата, может и человек виноват. А как вы считаете, как этого избежать в дальнейшем? Ну, наверное, надо контролировать численность собак. Наверное, хозяин. Почему? Потому что он не удержал ее, он за нее ответственен. А как этого избежать в дальнейшем? Чтобы таких случаев было меньше или вообще не повторялись? Как вы считаете? Не знаю, если честно. Как хозяин, воспитатель, который должен социализировать ее, то есть привить навыки поучения в человеческом обществе. Нельзя там огрызаться, рычать и так далее. Научные статьи говорят о том, что есть несколько причин, когда четвероногий друг может проявить агрессию и даже напасть на человека. Во-первых, это защита территории от посторонних. Во-вторых, болезнь, такая как бешенство, когда животные не контролируют свое поведение. И самая распространенная причина – это неправильное воспитание или же его отсутствие. Евгения Шлейкина вот уже 4 года содержит в своей квартире американского стафарширского терьера по кличке Барин. По словам героини, такую внушительную породу Женя решила вместе с мужем завести, чтобы попрактиковаться в навыках воспитания, которые, несомненно, пригодятся для будущих детей. Взяли у проверенного продавца породистого щенка с документами, чтобы быть уверенными в характере животного и не прогадали. По словам владельца, Барин оказался только с виду массивной и злой собакой, а на самом деле в душе он безобидный ребенок. Информации на просторах интернета мы поняли, что собака – это вообще к отношению убийства, и собака не относится никак. Но они настолько добрые, настолько человеколюбивые, ориентированные, что невозможно назвать его собакой-убийцей. Начали делать анализы, почему так, почему такая грозная внешность вроде все, но при этом такая собака-лизака. И просто большая ошибка людей. Очень много ошибок, что заводят, не занимаются, потому что, ой, какая игрушечка, посмотрите, я тут классный. Воспитывать четвероногого нужно уже с пеленок, чтобы он знал команды хозяина и адекватно на них реагировал. Не только дома, но и на улице. Причем, если владелец животного тренирует его правильно, то собака может выполнять команды любого человека по требованию хозяина. В этом случае главное – спокойствие, уверенность и вкусное лакомство, которым нужно каждый раз благодарить пса за терпение и труд. Как показывает практика, воспитание – это дело обязательное и ответственное, в чем уверены не только многие собаководы-любители, но и профессионалы. Алла Андреева многие годы профессионально занимается разведением и дрессировкой собак. Тренер говорит о том, что любая порода поддается дрессировке. Главное – желание хозяина. В основном, наша основная задача – собаку социализировать, играть с другими животными, не быть агрессивным на других животных. То есть, чтобы собак в любой момент, например, могла остановиться, если не возникло какое-то желание кого-нибудь догнать, за хвост прижать. Поэтому здесь, конечно, мы прежде всего этим занимаемся, чтобы никаких хвостов чужих не догоняли, чтобы никуда не бегали, никого не ловили, никого не кусали, ни с кем не дрались. Невоспитанная собака, независимо от ее размера, – источник постоянных проблем и переживаний владельца. Но всего этого можно избежать. Общая дрессировка собак решит проблемы с послушанием питомцев любых пород от мала до велика. Всего 3-4 месяца регулярных занятий под руководством опытного кинолога способны сделать из неуправляемого создания настоящего собачьего джентльмена с полным набором хороших манер. При этом вам расскажут о правильном содержании, рационе и выгуле собаки. А дальше можно самостоятельно решить, каким навыкам и командам нужно учить питомца. Наталья владеет овчаркой 2 года, полтора из которых она занимается с ней в клубе. Если с ней не заниматься, будет куча проблем, потому что мы живем в городе, мы живем среди людей. Это будет тяжело и для нас, и тяжело для окружающих. А потом, ну, дома, он должен слушаться, а не делать, что хочет. Поэтому мы решили, что заниматься. Получается, что в большинстве своем воспитанные домашние собаки безобидны. Исключение всегда лишь подтверждает правила. Нужно соблюдать элементарные правила поведения с чужой собакой, чтобы не попасть в нехорошую ситуацию. Нельзя самому провоцировать нападение собаки. Кричать на ее хозяина, махать руками, подходить неожиданно сзади и неожиданно заговаривать с владельцем, особенно в темное время суток. Нельзя тянуть руки к чужой собаке, гладить ее, командовать ей. Особенно нужно быть осторожными с собаками в намордниках и на коротких поводках, учить этому своих детей. Кстати, в России действует закон об ответственном обращении с животными. Однако, как отмечают эксперты, он сырой, поэтому требуют доработки. Однозначного ответа сегодня нет, но многие сошлись во мнении, что должен быть единый закон, где четко прописаны права и обязанности владельцев домашних животных и их питомцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова